ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как? О, привет. Звонила? Нет. Так, что готовим? Кролик в белом соусе и вине. Ох ты, как звучит красиво. Да. Запах. Умница ты моя. Слушай, ты знаешь, я так волнуюсь, как все пройдет. Да ладно. Все будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходное отверстие отсутствует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А что это за пирожное сбросило на полу? Сын убитого, Тимур, не ночевал дома. Утром вернулся с десертом. Хотел порадовать семью, а застал вот это. Отец развелся с моей матерью и женился на Юле, когда мне было шесть лет. Я остался жить с отцом. Да. Нам нужны ваши отпечатки пальцев. У вашего отца были хорошие отношения с Юлей? Она моложе отца на 15 лет. Понятно, что он ее ревновал. Ревновал до какой степени? Ну, до крупных скандалов не доходило. Я не понимаю, как отец мог... Хм, кролик. Странно, что семья ела разогретую в микроволновке пиццу, когда на плите шикарное рагу. И здесь рагу. Может, у хозяйки не получилось блюда, и они решили питаться полуфабрикатами. И что? Ты думаешь, он ее взовет? Ну, по крайней мере, у нас есть предварительный мотив. Но, судя по всему, вечер Мазурова провели вдвоем. Их смерть наступила одновременно в промежутке между девятью, тридцатью и десятью часами вечера. Скажи, это похоже на убийство и самоубийство? Нет. Почему? Для того, чтобы так выстрелить себе в затылок, нужно очень неестественно вывернуть руку. А может быть, он хотел, чтобы мы приняли это за убийство? У Андрея Мазурова кровопотек на ладони, сухожилия растянуты. Я сделаю рентген. То есть он не мог так вывернуть кисть и держать в руке пистолет? Получается, что ему стреляли в затылок, чтобы имитировать самоубийство? Пистолет зарегистрирован на хозяина дома, Андрея Мазурова, хранился в специальном сейфе. Но на руках Тимура Мазурова я обнаружила следы пороха. Может, это сын убил отца и мачеху? Все может быть. Но пальчики-то на пистолете, только Андрея Мазурова. Ваш отец и мачеха были застрелены из пистолета, который хранился в вашем доме. А у вас на руках следы пороха. И что? Вчера днем с пацанами мы ездили в лес на стрельбище. Палили по бутылкам. Хорошо. Проверим. Пишите телефон и адреса ваших друзей. А где вы провели ночь? Я был со своей девушкой. Алисой Лариной. Отлично. Вот ее телефон тоже пишите. Я проверил финансовое состояние Мазуровых. Семья действительно была состоятельной. Сеть стоматологических клиник, косметологический кабинет, хороший дом. И теперь это все переходит к Тимуру? Завещание пока не обнаружено. Но он наследник первой линии. А значит, ты первый подозреваемый, да? Наследство – это весомый мотив. Тимур к своим 26 годам не имеет никакой собственности, работает экономистом, зарплата маленькая. Ну и ездит на подержанном автомобиле. Судя по всему, отец его не спонсировал. Друзья Тимура подтвердили, что они в субботу днем были на стрельбище в лесу, а потом поехали к одному из них на дачу. Ну а там пиво, бань, шашлыки и все такое. Тимура тоже? А Тимура как раз таки нет. Он поссорился с владельцем дачи и сказал, что возвращается домой. Ну, а вместо этого поехал подружка. Я его понимаю. Я бы тоже так. Ну хорошо, Алис, мы вас ждем. Оксан, ты сравнила те пули, которые я привезла из леса? Там было полтора килограмма металла. Ну и нашла? Нашла. Несколько пуль были выпущены из нашего орудия убийства. А значит, сиротка наш новоявленный врет. Еще днем пистолет был у него в руках. Интересно, как он попал в дом его отца, если Тимур клянется, что вернулся домой только утром, когда Мазыровы были уже мертвы. Я не сказал про пистолет, потому что вы бы мне не поверили. А ты попробуй. Послушайте. Я знаю, как это выглядит, но клянусь вам, я не убивал их. Так вы были вечером дома? Был. Но не больше пяти минут. Да, а потом уехал к Алиси. Можете спросить у нее. Я был зол, потому что отец накричал на меня. Тимур, опять взял пистолет без спроса? Пап, ну если бы я спросил, ты бы не дал. Ты что, ребенок? Ты что, маленький мальчик? Да мы просто с пацанами по бутылкам поехали пострелять. Ты не понимаешь, что это не игрушка? Давай, неси его сюда. Он заряжен. Опять пил? Папа, ну перестань читать мне аннотацию. В мусорном ведре у Мазырова была найдена порция рагу из кролика. У меня целая гора перца. Блюдо было безнадежно испорчено. А давай-ка я тебе перчик еще добавлю. Ой! Боже мой, прости, пожалуйста, какая же неловкая. Я сейчас все заменю, у меня там целая кастрюля. Зато в кастрюле с рагу перца нет. Вместо этого там добрая порция крысиного яда. А почему же ты не обнаружил яд в той порции, которая была выброшена в помойку? Потому что его там не было. Ребят, в крови жертв яда тоже не обнаружено. И вообще, я думаю, что ужинали они не вдвоем. Я проверила содержимое желудка Мазыровых, и вот что у меня получилось. Юлия съела максимум один кусок пиццы. Андрей съел около двух кусков пиццы. На столе пиццы никакой не осталось. В мусорке их не было. Куда-то подевались еще три куска. То есть это был ужин на троих? И жертвы очень хорошо знали своего убийцу, раз пригласили его за стол. Алиса, еще раз подробно расскажите о вчерашнем дне. Вчера вечером мы были с Тимуром Мазуровым. Во сколько вы встретились? Часов восемь вечера. Мы погуляли, а потом Танька с родителями на дачу уехала. У меня есть ключ от ее квартиры. В общем, мы с Тимуром были вдвоем до утра. Убийство у родителя Тимура произошло в промежуток с двадцати одного до двадцати двух часов. Ну, в это время мы точно были вдвоем. Вы же понимаете, я наврала родителям, что ночевала у Таньки. Теперь мне влетит. Вот биллинг звонков мачехи Тимура Юлии Мазуровой. За три часа до смерти она звонила вам. Не скажешь зачем? Конечно, скажу. У Тимура телефон разрядился. Она хотела с ним о чем-то поговорить. Знала мой номер, вот и позвонила мне. Хорошо. Распишитесь вот здесь, и можете идти. А Тимур? Он пока тоже может быть свободен. Кстати, Тимур и родители ждут тебя в коридоре. Тима! Тима, все хорошо. Колица! Так это и есть твой парень? Это ты с ним ночь провела? Мам, папа, не здесь. Если хотите покричать, пойдемте на улицу. Тим, пойдем. Здравствуйте. Это федеральная экспертная служба. Нас интересует такой вопрос. Вы знакомы с Андреем Мазуровым? Очень хорошо. Когда вы в последний раз общались? То есть вы арендуете косметический кабинет у его супруги Юлии Мазуровой, да? Да. В чем дело? Ты мой на любалку на следующей неделе собирались? Меня в чем-то подозревают? Пожалуйста, успокойтесь, не волнуйтесь. Мы просто делаем опрос. Да, мы отрабатываем все контакты погибших. Это Волков Ярослав Иванович. Это лейтенант Новиков, дежурный наряд полиции. Добрый день. Ну да, да, я же вам объясняю. Это лейтенант Новиков, дежурный наряд полиции. Какой еще Тихонов? Думаешь, это убийство как-то связано с нашим делом? Может, просто совпадение? Все-таки Волков был частным детективом. Наверняка было немало желающих накинуть ему петлю на шею. Ой, Рит, я не верю в совпадение. Юлия Мазурова созванивалась с ним в течение месяца. Наверняка он делал для него какую-то работу. И похоже, он что-то раскопал. Причем в прямом смысле слова. Я связался с помощником Ярослава Волкова. Сейчас он занимается конкретным делом, но все документы хранил в ноутбуке и всегда возил его с собой. Ну, в машине компьютера не было, значит, убийца его забрал. А что за дело? У Мазуровых был еще один ребенок. 19 июля 1994 года у них родилась дочка Даша. А 9 сентября 1997 года она пропала. Вот этим исчезновением занимался Волков. А почему только сейчас узнаем об этом эпизоде? Ну, это привет нашим добинским товарищам. Мазуровы жили в Добинске, а в Союз переехали только пять лет назад. Вот я запросил дело в архиве. В то время местная милиция еще не вела весь дело, оборот в электронном виде. Личное дело Даши передали в архив. Ну, естественно, потом никто не позаботился о том, чтобы занести все документы в общую базу. Тебя это удивляет? Меня это возмущает. Что дальше? Я проследил все перемещения Ярослава Волкова. Дело в том, что он всегда расплачивался карточкой, видимо, чтобы иметь отчет перед клиентами. Вот если бы все наши трупы были такими ответственными. За последние месяцы он трижды покупал железнодорожные билеты в Добинск. Там же по карточке оплатил покупку лопаты и полиэтиленовой пленки. Ну, видимо, что-то искал или прятал. Оксан, занимаешься землей с лопатой. Часман детектива. Да. Хроматография почвы показала, что там есть органические компоненты. Ярослав копал землю, в которой был труп. Ну, похоже, часман детектив. Нашел место захоронения Даши. Ладно, Власова сейчас в Добинске. Думаю, скоро узнаем подробности. Так, значит, все-таки ребенок мертв? Ты знаешь, я побеседовал с друзьями семьи Мазуровых. Они говорят, что Юля до последнего времени подозревала, что это Тимур из ревности расправился с девочкой. Ну, и, возможно, частный детектив Волков все-таки докопался, да правда. В деле о пропаже Даши Мазуровой сказано, что в момент ее исчезновения в доме был только 11-летний Тимур. Тимур? Мальчик присматривал за Дашей, потом появилась милиция, нашла в доме кровь. И, судя по группе крови, кровь принадлежит Даше. Ну, а как мальчик это объяснил? Ну, судя из протокола допросов, мальчик утверждает, что сестра баловалась и разбила нос. Отсюда кровь. Потом он отвлекся, она вышла во двор и исчезла. В Добинском УВД по сводкам проходит, что пару недель назад Ярослав Волков был задержан за вторжение на частную территорию. Ну, хозяева дома заметили, что кто-то ночью шарит в их огороде с фонариком. Да, вызвали полицию. А, нет. Нет. Этот дом никогда не принадлежал Мазуровым. Дело в том, что его владельцами были... Товарищ капитан. Тот, что это есть. Перезвоню. Да я ненавидел Юлю. Я не мог просить отца за то, что он бросил мать. Но я любил свою сестру. Против вас слишком много фактов. Да мне плевать на факты. Я ей пальцем не тронул сестричку. Она была единственным нормальным человеком в нашей семье. Да. Так. Спасибо. Вот этой веревкой вы задушили частного детектива Ярослава Волкова. На ней есть ваши потожировые. За что вы его убили? За то, что он раскрыл вашу причастность к убийству сестры? А ты? Ну, кого ты нашла? Кого нашла-то? Его же в убийстве подозревают. Мам, не переживай. У меня ничего не было с Тимуром. Не было у меня ничего. Да что ты мне рассказываешь? Не надо. С молодым мужиком всю ночь провела. И я была молодой. Знаю. Не надо мне сказок. Мам, он просто мой друг. Твою мать. Я тебе сказал, чтобы ноги его около тебя не было. Все. Разговор закончен. Валь, а что у вас за срочность? Я сделала ДНК скелетированных останков. Я не знаю, что это ребенок. Нет общих аллелей с Мазуровыми. Это не Даша. На ручке пассажирской двери с внутренней стороны в машине убитого Ярослава Волкова обнаружен четкий отпечаток пальца. Посмотри, что вызвала база. Ну, это же Даша Мазурова. После похищения в доме Мазуровых взяли образцы отпечатков пальцев девочки. И они оставались в деле. Взаиморасположение линии на подушке пальцев с возрастом не меняется. Значит, Даша не только жива, она еще замешана в истории с убийством? Я загружаю в программу детские фотки Даши и фотографии ее родителей. На основании этих данных программа определит, как Даша должна выглядеть сейчас, в 17 лет. Ну, это же Алиса Ларина, подружка Тимура. Какой-то мексиканский сериал. Как такое может быть? Как Даша оказалась в чужой семье? Значит, Ларина ее похитили. Думаю, Власова захочет нанести им визит в вежливости. Меня больше волнует, какое отношение к этому имеет Тимур. Причастен ли он к ее исчезновению? И знает ли он, кто такая Алиса? И знает ли Алиса, кто она вообще такая? Почти все девочки в этом возрасте заводят странички в социальных сетях. Так, Алиса Ларина. О, вот она. Смотри, много фотографий. И везде она с длинными светлыми волосами, почти как у Юли. В таком виде она вот как две капли воды, похожие на свою родную мать. А с Тимуром снимков нет. Смотри, тут ссылка на какую-то телепрограмму. Алиса участвовала в ток-шоу, вот и я стала телезвездой. Суша от детей выгоняют из дома, как только они повзрослеют. И крутись как хочешь. А мы в России. У нас все по-другому. У нас свои традиции. Я уже повзрослела. Я стала самостоятельной. Я сама зарабатываю деньги. Но я все еще живу с родителями. Даша! Это моя семья. Я уйду из дома, когда решу ждать свою новую семью. И, наконец, выйду в зам. Федеральная экспертная служба, откройте дверь. Откройте дверь! И что надо? Алиса Ларина здесь? Алиса? Нет ее. А что случилось? А ваш муж дома? Муж на работе. Ну, тогда вам придется проехать с нами. Вот он! Стой! Куда? Стоять! Куда ты собрался? Куда ты собрался? Очевидно, Ларина и есть. Похитители Даши Мазуровой, которую они выдавали за свою дочь Алису. Но Мазурову как-то нашли девочку. Возможно, после телеэфира. Ну, может быть, Ларина и убили Мазуровых, чтобы правда не вышла наружу. Но зачем тогда Тимуру убивать частного детектива? Ну, всем приятного аппетита. Я надеюсь, это не Алиса Ларина принесла? Это может быть фатально. В смысле? Да она работает в магазине одежды, а неподалеку есть хозяйственник, в котором продается крысиный яд. Яд, которым было приправлено рогу из кроликов в доме Мазуровых? Угу. Ее продавцы опознали по фотографии. Алиса купила яд для бабушки, которую замучили крысы. И яд абсолютно совпал по составу. Юн, давай я помогу. Угу. Спасибо. Спасибо. Угу. 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 Продолжение следует... Юля, а где я теперь буду сидеть? Ну, здесь, если ты не против. Нет. Девчонки! За встречу! Эй! Так, а где у нас штопор? Там. Давай-ка я тебе перчику добавлю. Ой, боже мой, какая я неловкая. Ничего-ничего, я сейчас уберу. Там целая кастрюля. Юль, Юль, мне надо. Подождите, Юль, да я не голодна. Я поела перед выходом. Деточка, может, ты просто кролика не любишь? Да, точно. Мне так неудобно, вы старались для меня. Я просто такое не ем. У меня дома так не готовят. Я не привыкла к такой нуде. А чем же тебя дома кормят? Ну, бутерброды, полуфабрикаты замороженные, и мама разогревает. Да разве можно кормить семью фастфудом? У тебя же будет язву желудка. Да ладно, ладно. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Вот. Это твоему желудку милее? Да. Но не надо. Да, конечно же надо. И мы с мамой, с Юлей, тоже будем пить сутки. А знаете что? А давайте я буду кушать пиццу, а вы свою рагу. Нет-нет, мы будем кушать то же, что и ты. Хорошо. Я буду говорить об убийстве частного детектива только после разговора со своим адвокатом. А как насчет Мазаровых? Я же говорил, я тут ни при чем. Отец пил Юлю, а потом... Хватит. Мы знаем, что это было убийство, а не самоубийство. Вы уверены? В любом случае, я здесь ни при чем. Алиса подтвердила. Во-первых, никакая это не Алиса. Во-вторых, мы знаем, что она пыталась отравить Мазаровых крысиным ядом. Вы что, задумали это убийство вдвоем? Чтобы поделить наследство? Что вы сказали? Отравить? Она что была в доме до меня? Да? О чем это вы говорите? Все было совсем не так. Я все расскажу. После того, как отец устроил мне взбучку, он заставил меня мыть машину. В наказание, так сказать. Вдруг я услышал два выстрела. Не стреляй. Не стреляй. Да я не собирался этого делать. Кто ты? Что ты сделал? Вы же только встретились. Да я вообще тут ни при чем. Ты не хотел, чтобы я вернулась? Ты не хотел, чтобы они меня нашли? Кто ты такая вообще? Я твоя сестра. Я Даша. Вы не заподозрили, что Алиса уже была в доме, когда вы приехали со стрельбищем? Я даже не подумал об этом. Она сказала, что отец Юлии пригласили ее на ужин к десяти. И она только что пришла. А почему же вы полицию-то не вызвали? Даша сказала, что мне не поверят. Я поругался с отцом. И на пистолете были мои отпечатки. И она предложила вам алиби взамен на раздел наследства? Нет. Она сказала, что деньги ей не нужны. Она просто мне помогает, потому что я ее брат. Значит, это она убила их. Она, наверное, уже далеко. Когда Даша узнала, что Ларину их задержали, она сама пришла в фас. Я лишь хотела защитить свою семью. И в чем провинились Мазуровы? Они хотели сдать в полицию мою маму и папу. Представьте, что вы любите свою маму, а вам вдруг говорят, что она плохая, что она преступница, ее хотят посадить. Но для вас-то она остается мамой. Мамой, которая всегда была рядом. Разве можно по один момент взять и зачеркнуть все, что было? Развернуться, уйти в новую семью, к другим родителям? Мазуровы искали у вас 14 лет. Мне очень жаль, что пришлось их убить. Да я не знала, как защитить свою семью. Хорошо. Как тебе удалось втянуть в это дело, Тимура? Когда трюк с крысиным ядом не удался, я решила, что застрелю их, если в доме окажется оружие. Но пистолета в доме не оказалось. Да, не оказалось. Андрей позвонил Тимуру. Тот сказал, что пистолет у него, и он скоро едет домой. Я думала, что ничего не получится. Но вышло даже лучше, чем я хотела. Ну вот, смотри. Осторожнее. Заряжен. А что Тимур? Наказан. Машину от грязи отмывает. Отмоет, вернется. Вот тогда и может. Наши сюрпризы преподнесем. Да ладно, дочка. Оставь ты этот пистолет. Еще настреляешься. Давайте выпьем. Продолжение следует... Я убедила Тимура, чтобы в его интересах ничего не говорить полиции. Он был мне очень признателен за алиби. А взамен вы попросили Тимуру убить Ярослава Волкова, да? Это Ярослав разыскал меня после этой телепрограммы. А после убийства Мазуровых он позвонил и сказал, что в убийстве замешаны мои родители. Он меня шантажировал. Хорошо. Так вот и зачем меня сюда позвала. Ничего плохого не делали. Воспитали ее как родную. А почему вы украли дочь именно у Мазуровых? А это справедливо. Она отняла у меня дочку, а я отняла дочку у нее. А почему тогда? Юлька-то Мазурова. Она же работала врачом Дубинской больницы. Она и залечила мою дочку Алису. Это действительно их дочка. А ты можешь сказать, от чего она умерла? С вероятностью в 90%. У нее в костях большое содержание антибиотиков различного вида. Такой коктейль мог легко убить слабого ребенка. Карту Ларисы Лариной привезли из Добинска. Так, так, так. Девочка страдала хронической обструктивной болезнью легких. Так что это, Юля скормила ее таблетками до смерти? Сажать таких надо. Уже не первый случай. Понакопит дипломов. Подожди, подожди. Не спеши с выводами. Ну-ка, смотри. В карте есть запись, что мать в нарушении рекомендации врача отдает ребенку непрописанные антибиотики. То есть Мазурова вообще не назначала девочке никакие антибиотики. Так это была самодеятельность ее матери, что ли? Смотри, вот девочки сделали промывание желудка. И у нее начались проблемы с почками. А дальше записи нет. Похоже, Светлана вообще перестала водить девочку к врачу. А потом малышка умерла. Ну, поэтому она официально не смогла ее похоронить. Эту дуру судили бы за недвижающее использование родительских прав. Не прав, а обязанностей. И она не придумала ничего умнее, как закопать собственную дочь на огороде и украсть дочь Мазуровых. Знаешь, Иван, о таких историях мне становится страшно. Ты подстриглась, покрасила волосы, тебя теперь совсем не узнать. Мне так нравится. Да, конечно, Даша, ты вправе. Я Алиса. Меня зовут Алиса. Да, но... Прости. Я не должна на тебя давить. Ты 14 лет жила с этим именем и с этими подлецами. Они не подлецы. Они мои родители. Они заботились обо мне. Но теперь они получат по заслугам. Я найму лучших адвокатов. Ларинах посадят до конца жизни. Подожди. Как посадят? Юля, я буду жить с вами. Только не заявляйте в полицию. Дашенька, ты очень хорошая, милая, добрая девочка. Но ты должна понять, Ларины разрушили жизнь нашей семьи. Они преступники. Но для меня они родители. Семи! Мы твои родители. Даша, я обещаю тебе, со временем ты все поймешь. А теперь у тебя начнется новая жизнь. Я одену тебя во все самое лучшее. Ты поступишь в очень хороший вуз. Мы поедем отдыхать. Все вместе. На море. Сейчас. Алло. Алло, да. Да. Я узнал, зачем Лариной украли ребенка. Как, зачем? Их же дочь умерла. Все еще хуже. Этот Валерий, он работал на вредном химическом предприятии, и у него родилась нездоровая девочка. И, в общем, в связи с этим, им в Добинске обещали двушку. Подожди, подожди. Ты хочешь сказать, что если бы на работе узнали, что их дочь умерла, то им бы не дали квартиру? Мне в отделе кадров предприятия так и сказали. Они украли ребенка из-за квартиры. Мам, мамочка! Какая я тебе мамочка? Какая мамочка? Отстань! Все из-за тебя! Смотри, что ты доделала! Теперь нас посадят! Все из-за тебя! Я ж хотела, как лучше. Неужели вы совсем меня не любите? Мам! Мамочка! 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 Субтитры создавал DimaTorzok